Девушки отдыхают На площади Розы Люксембург открыт памятник в честь десятилетия независимости Украины. Завершена реконструкция железнодорожного вокзала на станции Слатянов в Дергачевском районе. Уникальный памятник футбольному мячу появился в парке Шевченко. Холодильники и бытовая техника от фирмы «Лагуна». В магазинах «Лагуна» и «Тысяча мелочей». Телефон 23-52-80. У нас есть все для вашего офиса. Дом офисной мебели в мебельном центре «Надеревянка». Такси «Русалочка» 2-8-7-0-7-0. Законно, быстро и в необходимый срок. Заграничный паспорт. Внимание! Рыморская 23, комната 4. Лучшие цены и предложения. Все дни, кроме воскресенья. Банк Информ. Мы представляем ваше предприятие в интернет. www.визитка.хайков.ua Банк Информ. Новая услуга. Полный комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-ресурсов. Интернет-аудит. Фирма Банк Информ. Формулица Культуры 9. Телефон 17-97-27. Бумага для копировальной техники и печатающих устройств. Перфорированная и самокопирующая бумага. Картриджи и тонеры для принтеров и копировальной техники. Все в наличии со складов Харькова. Цены оптовые. СТВ предлагает. Любые кондиционеры для дома и офиса. Звоните. 32-03-76. Фирма СТВ. Арт-Мозаика представляет новую еженедельную газету «Кругозор». Мировые сенсации, интервью, актуальные проблемы, советы, загадки и тайны. Много юмора и кроссвордов. Газета «Кругозор» издается по лицензии издательского дома «Империум», Российская Федерация. «Кругозор». Всегда есть что почитать. Вы смотрите Харьковские новости. Ровно 10 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховный Совет, тогда еще УССР, принял акт о провозглашении независимости Украины. Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия. Центральным событием в Харькове стало открытие памятника в честь независимости на площади Роза Люксембург. На церемонии открытия присутствовали первые лица области и города, народные депутаты, а также представители всех районов и крупных предприятий Харькова. Не обошлось и без конфузов. Покрывало, которым был укутан от любопытных глаз памятник, оказалось привязанным чересчур крепко. Так что вместо эффектного легкого разоблачения пришлось поднимать подъемный кран и разрезать веревки на 16-метровой высоте. После всех неурядиц глазам зрителей открылась бронзовая колонна, которую венчает фигура сокола. У подножия колонны расположилась бронзовая фигура 10-летней девочки, символизирующая молодость юной державы. На открытии монумента была замечена и Дарина Стрелец, прототип скульптуры девочки, первого харьковского ребенка, рожденного 10 лет назад. Вся композиция обошлась казне в миллион гривен. Автор проекта признался, что это была нелегкая задача выразить в камне и металле дух независимости. Как следствие из всех аллегорий свободы была выбрана одна из наиболее распространенных и недвусмысленных – орнитологическая. Я понял, что только птица, красивая, сильная птица, которая реет в небесах и волей которой невозможно управлять, которая делает все, что ей нужно, она может стать символом независимости как человеческого духа, так и государства в целом. Между тем, не все восприняли птицу однозначно. Некоторые особо бдительные граждане уверяют, что под определенным углом она напоминает перевернутый вниз трезубец и намекают на надругательство над национальной символикой. Но большинство харьковчан далеки от таких глубинных параллелей и рассматривают памятник более эмоционально, хотя и неоднозначно. Мне нравится птица, все-таки это свобода. У вольной страны должны быть крылья высокие, ну выпрямистые, а здесь они какие-то опущенные, что невольная земля, а какое-то рабство здесь. Великолепен. Такое впечатление, вот городу придает какое-то великолепие, просто прелесть, памятник изумительный. По теории колористики цвет совершенно неудачный, он не вызывает чувство удовлетворения. По форме никакой содержательности. Мало зелени. Площадь была более зеленой, когда стояли ели. Сейчас одели это в камень, цемент. Вы знаете, очень красивый памятник. Мы только подошли, только красиво. Вот я спросила, почему орел? Потому что он свободный. С открытием памятника площадь Роза Люксембург приобрела не только вертикальный акцент, но и новое значение – площади официального уровня, на которой теперь впору проводить ответственные мероприятия, несмотря на революционное название. Сегодня с нее уже стартовал митинг и демонстрация сторонников независимости. Очевидцы рождения памятника стройными колоннами двинулись по улице Сумской. В райадминистрации Харьковского района прошло торжественное заседание, посвященное десятилетию независимости страны. Репортаж Оксаны Кириченко. Своих избирателей поздравил с государственным праздником народный депутат Александр Бондурко. Десять лет – небольшой, но существенный этап для независимого государства – образование новых отношений в политике и экономике. Александр Бондурко пообещал, что после празднования первого юбилея независимости он станет новым депутатом, с новыми силами, идеями, проектами. Александр Бондурко пообещал, что мы думаем про будущее. Я бы хотел вас закликать, налаштовывать себя на новый уровень работы и уверен, что стимулом и червоной ниткой, которая будет пронизировать всю нашу деятельность, это должна быть ответственность каждого за свои посадовые обязанности перед своими выборцами, перед своими подвергами, перед членами коллектива, перед своим руководством, а оно все складает единую систему. Трем жителям района, лучшим администратором и работникам Александр Бондурко получил президентские почетные грамоты. Руководство Харьковского района он отметил от имени ректората, возглавляемого им университета внутренних дел. Кроме того, грамоты получили помощники народного депутата. Президент телеканала права АТВК Владимир Попов, Владимир Стегуров, Валерий Акимов, Николай Роженко, Анатолий Кулачко. Самого Александра Бондурко, награжденного накануне праздника почетной грамоты Верховной Рады, произвели почетные граждане Харьковского района. 23 августа более 100 жителей села Малые Проходы получили сертификаты на право владения землей. Всего планируется выдать 460 таких сертификатов. Об этом Марина Балабан. Малые Проходы Малые Проходы – один из первых населенных пунктов Харьковской области, жители которого получили право владения землей. По словам народного депутата Украины Александра Бондурки, указ президента Украины про ускоренное реформирование в аграрном секторе, на основании которого были выданы сертификаты, поможет ускорить разрешение аграрных вопросов конфликтного характера. Пытания земельных отношений в законодательном порядке на селе нужно развязать, иначе там будут гострые, проблемные ситуации. Сегодня правовое обеспечение земельных отношений на селе отстает от потреб. Земельные сертификаты – не единственный подарок, который получили к празднику жители Дергачевского района. В тот же день состоялось открытие нового отреставрированного вокзала на станции Слатина в поселке с таким же названием. Ежедневно через Слатина проходит 6 грузовых и 68 пассажирских поездов, а также более 40 электричек. Станция Слатина – 9-й в Харьковской области вокзал, который подвергся генеральной реконструкции и приобрел европейский вид. Александр Бондурка пообещал избирателям, что следующий на очереди – Дергачевский вокзал. Также на вокзале была открыта мемориальная доска в честь десятилетия независимости Украины. На Аллее Славы в парке Артема открыт монумент воинам-афганцам. В Кобелеску пришли жены и матери погибших, их боевые друзья. Они возложили цветы к подножию монумента и зажгли поминальные свечи. Председатель Коминтерновского райисполкома Виктор Анчуков сказал, что изначально Аллея Славы была посвящена воинам Великой Отечественной. А этот памятник объединит солдат, сражавшихся на фронтах Второй мировой, и тех, кто погиб в Афганистане. Монумент осветил священнослужитель Православной Церкви Харьковской епархии. К празднику независимости Акционерное общество Харьковский молочный комбинат открыла новый фирменный магазин по продаже своей продукции. Подробнее Лилия Лотус. Одно из старейших предприятий Орженикидзовского района давно ассоциируется у Харьковчан с отличным качеством и вкусом молочной продукции. Но самое большое и редкое его достоинство – экологически чистое производство, при котором не используются консерванты. Здесь представлена вся продукция молочного комбината, а это около ста наименований продукции различных видов. Только одного мороженого 32 вида производит молочный комбинат. Очень много молочнокислой, обезжиренной продукции, которая весьма полезна для организма. Она даже рекомендуется в лечебных целях. Десятилетие независимости Украины комбинат отметил новинкой – молочными коктейлями для детей. Мы выпустили 4 вида коктейлей молочных в упаковке 200 грамм, очень удобных. Трубочка – это ваниль со вкусом ванили, клубники, банана и какао. А дальше планируете еще новинки? Конечно. Но это уже наш секрет. В открывшемся магазине созданы все удобства для посетителей. Чистота и уют, приятная прохлада в любую погоду. Такую заботу о себе покупатели оценили с первого дня работы магазина. Великолепный магазин, свежий, работает кондиционер, освещение, шикарный выбор, цены сравнительно умеренные. Ну, все великолепно. Мое мнение такое, как простого покупателя. Владимир Головков уверен, что продукция молочного комбината имеет все шансы выдержать конкуренцию даже на мировом рынке. Сегодня в саду имени Шевченко был открыт уникальный памятник футбольному мячу. Он установлен на месте, где традиционно собираются футбольные болельщики. Теперь это место официально будет называться «Аллеей спортивной славы». По замыслу создателя памятника, мяч должен стать визитной карточкой Харькова. Он изготовлен из бронзы и имеет полтора метра в диаметре. Установлен на постаменте из черного гранита. Такой монумент единственный в мире и имеет реальный шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса. На открытии памятника присутствовали губернатор Евгений Кушнарев, городской голова Михаил Пилипчук, председатель областной федерации футбола Владимир Бабаев, звезды украинского футбола Олег Блохин, Александр Поленица, президент футбольного клуба «Металист» Александр Фельдман. Тут же произошло еще одно приятное событие. Популярный игрок «Металист» Александр Поленица, забивший недавно свой сотый гол, принят в клуб Олега Блохина. Кроме того, в знак возрождения спортивных традиций изготовлена памятная книга харьковского футбола. Первые записи в книге сделали Евгений Кушнарев, Олег Блохин и Александр Фельдман. После обеда на стадионе «Металист» состоялось открытие реконструированной западной трибуны, которая теперь соответствует мировым стандартам. Продолжение праздника стало финальное. Это была игра международного турнира по футболу среди юношеских команд, посвященного десятилетию независимости Украины. Затем среди ветеранов «Динамо» и «Металиста». Эти события произошли в значительной мере благодаря участию основного донора «Металиста» концерна «АВЭК», который возглавляет президент футбольного клуба Александр Фельдман. Концерн «АВЭК» является спонсором сооружения памятника футбольному мячу, новой достопримечательности нашего города. Он же приобрел для западной трибуны удобные сидения. Открытие аллеи спортивной славы, памятника футбольного мячу и западной трибуны стадиона «Металист» свидетельствует о жизнеспособности программы возрождения славы харьковского футбола, основанной на идее народной команды «Металист». Она действительно способствует объединению усилий футбольного клуба, областных и городских властей, областной федерации футбола, предприятий, болельщиков, наполняя реальным смыслом слова президента «Металиста» Александра Фельдмана. Вместе мы сможем все. И последнее информирует предприятие «Горэлектротранс» в связи с капитальным ремонтом Нетечинского путепровода. С понедельника 27 августа по 10 октября прекращается движение трамваев по улице Университетской и Грековской от площади Розы-Люксембург до улицы Первой конной армии. В связи с этим изменяются трамвайные маршруты. Трамвай номер два будет следовать от проспекта Победы через улицу Клочковскую, Пролетарскую, проспект Московский до 602 микрорайона. Трамвай номер семь от Новоселовки через улицу Первой конной армии, Конный рынок, проспект Московский до Лесопарка. Трамвай номер три от Новожаново через бульвар Гончаровский до Залютина. И вводится временный маршрут номер 3А от Залютина до Южного вокзала. Это все на сегодня. Я желаю вам достойно и независимо провести праздничные выходные. Увидимся на следующей неделе. Холодильники и бытовая техника в фирме «Лагуна». В магазинах «Лагуна» и «Тысяча мелочей». Телефон 23-52-80. У нас есть все для вашего офиса. Дом офисной мебели в мебельном центре «Надеревянка». Такси «Русалочка» 287070. Законно, быстро и в необходимый срок. Внимание! Рыморская 23, комната 4. Лучшие цены и предложения. Все дни, кроме воскресенья. Банк «Информ». Мы представляем ваше предприятие в интернет. www.визитка.хайков.ua. Банк «Информ». Новая услуга. Полный комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-ресурсов. Интернет-аудит. Фирма «Банк «Информ». Улица Культуры 9. Телефон 17-97-27. Бумага для копировальной техники и печатающих устройств. Перфорированная и самокопирующая бумага. Картриджи и тоннеры для принтеров и копировальной техники. Все в наличии со складов Харькова. Цены оптовые. СТВ предлагает. Любые кондиционеры для дома и офиса. Звоните. 3203-76. Фирма СТВ. Артмозаика представляет новую еженедельную газету «Кругозор». Мировые сенсации, интервью, актуальные проблемы, советы, загадки и тайны. Много юмора и кроссвордов. Газета «Кругозор» издается по лицензии издательского дома «Империум» Российская Федерация. «Кругозор». Всегда есть что почитать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ При съемках была уничтожена ничтожная часть ассортимента. Нам не жалко. У нас есть гораздо больше оптовый магазин. Компания НС. Улица Мороза.